ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конец мая и июнь принесли развязку чемпионата Беларуси по мини-футболу. Особенно волнительным это было для гомельских болельщиков. Ведь местный ВРЗ впервые завоевал медали национального первенства. Более того, подопечные Анатолия Яновского претендовали на чемпионство. И кто знает, как бы сложилось, если бы не кадровые проблемы на финишном отрезке. Впрочем, сперва вернемся к полуфиналу. Продолжит Сергей Негеревич. В эту стадию ВРЗ пробился, обыграв земляков из БЧ. И в полуфинале жребий свел гомельчан с тогда еще действовавшим чемпионом Литсельмашем. В первом поединке серии до двух побед вагоностроители на своей площадке взяли верх над оппонентами. 4-1. А вот во втором матче в Лиде дело дошло до пенальти. И там удача была на стороне литчан. Таким образом, решающий поединок состоялся в Гомеле. Открыть счет выпало хозяевам. На 12-й минуте контрнаступление завершилось точным ударом Коваля под перекладину. Но самое интересное случилось во втором тайме. Литчане спустя 5 минут после перерыва отыгрались. Паритет восстановил Горошко. Однако еще минут через 5 Гусельников снова вывел ВРЗ вперед. Время шло, но цифры на табло не менялись. Главком Литсельмаша Виктор Торчила предсказуемо снял вратаря. Но игра в пятером у гостей не заладилась. А голкипер-хозяев Юрий Дегтяренко благодаря ошибкам соперников оформил дубль. Дважды ему удалось забрать мяч и ударом из штрафной через всю площадку поразить пустые ворота литчан. Те же в пятером сподобились лишь на один невнятный гол, а под занавес получили еще один мяч в свою рамку от Шамли. 5-2. ВРЗ прошел финал, причем играя без нескольких ключевых футболистов. Серия тяжелая, она по-другому и не могла быть. Играли с чемпионом. Мы рады, что смогли выиграть. Первую игру выиграли. Создали достаточно моментов, я считаю. Хотя по моментам и собрать, наверное, рано. Но, наверное, мы больше хотели этого, поэтому выиграли. В лиде получилось все время отыгрываться. Не удалось повести. Мы считаем, что игру показали хорошую. Тем более у нас вылетело 4 игрока основного состава. Это полкоманды. Но ребята терпели. Кто менял сегодня в игре, еще один здесь получил травму. Тем не менее, ребята молодцы. Выдержали и обыграли. За золото подопечным Анатолия Яновского предстояло бороться до трех побед со столицей, которая в полуфинале одолела земляков из Мопида. Первый матч прошел в Минске. Еще более ослабленные кадрово гомельчане крупно проиграли. 1-5. А во второй встрече в Гомеле футболисты ВРЗ показали свой бойцовский характер. Играя почти в шестером, они чуть было не выиграли встречу. В первом тайме команды обменялись голами по разу и ушли на перерыв при счете 1-1. В начале второй половины Бетто вывел столичную дружину вперед. Неоднократно выручавший на последнем рубеже обороны Дегтяренко на этот раз не смог отбить удар бразильца. На 33-й минуте Григорьев вернул надежду гомельчанам. Верно прочитав навес Пинчука, он удачно пробил слету. Уже попахивало овертаймом, но менее чем за три минуты до конца тайма Бетто снова огорчил нашего голкипера. Вагоностроители бросились отыгрываться с пятым полевым, однако ничего дельного не вышло. Наоборот, пропустили еще один мяч в пустые ворота. 2-4. ВРЗ снова проиграл. Я считаю, что игра была равная, несмотря на то, что столица больше владела мячом. Просто мы отдали инициативу, потому что у нас, ну уже говорилось, 6 человек основного состава не было. Поэтому тяжело. Хотя из этого строили игру. Я считаю, сама игра нам удалась. Единственное, не удалось при счете 2-2. Имея большой дефицит футболистов. Основного состава ведущих. Команда очень грамотно, тактически выстроила игру. Скажу, что те моменты, которые у них были, они реализовали. Не давали нам то, что мы хотели сделать во многом. Грамотно передергивали игру. Хочу сказать, что очень сложная сегодня победа. Хорошо, что мы в концовке додавили соперника. Но в целом, да, у нас, наверное, было побольше моментов голевых. Но в целом хочу сказать, что игра равная в большей степени. Третий поединок в Минске стал последним. Окончательно измученные гомельчане уступили со счетом 0-6 и сложили оружие. Тем не менее, они без преувеличения проиграли как герои. Да и серебряные медали чемпионата тоже достойный результат. А бронзу турнира в итоге выиграл Литсельмаш. Завершился и гонбольный сезон. Обе дружины гонбольного клуба «Гомель» завершили чемпионат на мажорной ноте. Мужская команда завоевала очередную бронзу. Женская второй год подряд стала чемпионом страны. Подробности развязки гонбольного сезона в следующем сюжете. Команда Сергея Цыганкова, как и ожидалось, в борьбе за третье место сошлась с Кронаном. Бронзу второго по значимости турнира страны Кубка Беларуси гродненская команда оставила за собой. Так что гомельчанам было что доказывать. И с этой задачей они справились. По большому счету, Гомель ни в одном из поединков серии за третье место не дал усомниться в своем превосходстве. Первая встреча состоялась в Гродно и гости уверенно взяли верх. 29-23. После команды переехали в Гомель. На своей площадке команда Сергея Цыганкова выглядела не менее впечатляюще и завершила бронзовое противостояние до трех побед за минимальное количество матчей. Правда, легкой прогулкой поединки на своем паркете для гомельчан не стали. Две победы 25-20 и 29-26. Игонболисты Гомеля в четвертый раз к ряду примерили бронзовые награды национального чемпионата. Предупреждали и настраивались, что будет, говорили в раздевалке, что игра будет тяжелая до последней минуты. Так оно и случилось. Поэтому, ну, мы дожали концовку. Было один, два, три, но дожали концовку. Спасибо большое всем. Хочу поблагодарить клуб, всех, кто людей нам помогал с этим успехом. Сезон был у нас тяжелый. Я могу сказать, даже больше он был тяжелее, чем тот сезон. И позаду, потому что были травмы, у нас очень много. У меня только две штуки на два месяца упало. И парни по месяцу не тренировались. То есть играли, можно сказать, весь сезон семь человек под конец. Ну, повезло, что у нас больше была физподготовка развита. И все. Ну, и немножко по-опытному, можно так сказать. Еще один приятный бонус для нашей команды. Богдан Сергель стал лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата. За время всего первенства он забросил в ворота соперников 207 мячей. Что же касается золотых медалей, за которые спорили БГК имени Мешкова и Минский СКА. Тут неожиданности не случилось. Главный титул снова выиграли брещане. А вот в женском чемпионате финальная серия продолжилась максимальное количество матчей. Команда Тома Жачатара стартовала в борьбе не очень удачно. Обидное поражение на своей площадке. Две следующие игры состоялись в Минске. Команды обменялись победами. И четвертая по счету встреча, которая состоялась на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта, могла стать последней в случае победы минчанок. Так что у команды Тома Жачатара права на ошибку не было. Да и проигрывать чемпионат перед своими болельщиками гомельчанки не собирались. Как итог, тяжелейшая игра завершилась победой хозяек площадки 22-20. Выдержали психично, играли спокойно, бежали целую игру. В защите очень хорошо отыграли. Какой прогноз на Минске? Победа наша, 100%. Безоговорочная уверенность главкома Гомеля в победе своих гонболисток оказалась обоснованной. В решающем матче золотой серии гомельчанки без особых проблем одолели БНТУ БелАЗ 28-22. Таким образом, Гомель второй год подряд доминирует на внутренней арене. Ранее команда Тома Жачатара выиграла и Кубок страны. Также в активе гомельчанок виктория и в Балтийской лиге. Об итогах завершившегося сезона, планах на будущее и потенциальных новичках мы побеседовали с директором гонбольного клуба «Гомель» Александром Подосиновым. Поздравляем вас с тем, что обе команды в этом сезоне поднялись на пьедестал почета. Мужчины завоевали бронзу, женщины того больше. Выиграли все турниры, в которых принимали участие Балтийскую лигу. Второй раз подряд, третий раз Кубок, второй раз чемпионат. Ожидаем ли этот успех? Однозначно настраивались мы серьезно на этот сезон, готовились. Учитывая наши кадровые перестановки в прошедшем сезоне, покинули лидеры. Поэтому сделали все возможное, задачи ставились максимально. Как показывает результат прошедшего сезона, наверное, сделано было многое, если не все. Потому что цели выполнены, что касается и женской команды, и мужской. Поэтому, думаю, сезон стоит признать успешным. Конечно, я до конца не бываю довольным на 100%. Есть нюансы, детали, в которых однозначно могли сработать посильнее, поинтереснее. Но это повод на будущее, наверное. Уже начали приходить трансферные новости из стана клуба. Алексей Ушал уехал играть за СКА. Каких нам еще переходов ожидать в этом межсезонье? Удастся ли сохранить лидеров обеих дружин? Ну, я думаю, одно-два изменения в составе все же предстоит. В данный момент ведутся переговоры. Возможно, сохраним весь костяк. Я думаю, что ситуация не повторится прошлогоднее, когда нас покинули 4-5-6 лидеров. В этом сезоне все-таки планы оптимистичнее. В женской команде упор сделан на легионерок. Продолжится ли эта стратегия и дальше? Или клуб все-таки будет делать упор на белорусских молодых гонболисток? Не сказать, что эта стратегия, выбранная нами, это скорее, наверное, ситуация кадровая вообще в стране в гонболе в целом. Понятно, что основные белорусские силы сосредоточены сейчас в Минске, в БНТУ. Так сложилась ситуация. Мы заложники этой ситуации стали. И чтобы как-то навязывать борьбу за лидирующие позиции в женском гонболе, мы вынуждены прибегаем к легионерским вакансиям. Я думаю, что будем соблюдать баланс. Лимит на легионеров никто не отменял. Он остается прежним. На новый сезон 4 иностранца могут быть на площадке. Поэтому своих мы тоже ценим и пытаемся всеми силами сохранить. А мужская команда, наоборот, продолжит делать ставку на своих гонболистов или все-таки подключит легионера для того, чтобы все-таки замахнуться на серебро чемпионата? Ну, опять будем смотреть по ситуации. Допустим, вот упомянутый вами ушал. Позиция проблемная, линейная. Сейчас тяжело именно из белорусов внутри чемпионата кого-то привлечь. В том числе на эту позицию есть и ребята из ближнего зарубежья. Поэтому рассматриваем весь диапазон. Ищем где только можем. Понятно, что каких-то суперусловий здесь предложить тяжело иностранцу. Пытаемся найти оптимальный вариант. Ну, есть ли такая возможность, что в следующем сезоне мужская команда гонбольного клуба «Гомель» будет заявлена в Балтийскую лигу? Это стало бы серьезным подспорьем. Большое количество хороших игр все-таки двигало бы команду вперед. Формат мужской Балтийской лиги сильно отличается от женского. И там правила диктуют команды из Прибалтики. И главное условие данного турнира – это проведение всех игр на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Что нас не совсем устраивает. Мы готовы были годом ранее заявиться в данную лигу. Но при условии половины матча играть при своих родных болельщиках в этом плане директорат Лиги вступки нам не пошел. Приняли решение не вступать. Как будет в этом сезоне, не знаю. Но уже на сегодня точно известно, что женская команда начнет Евросезон в квалификации Лиги Чемпионов. А мужская команда заявлена в Кубок Вызова. Тоже европейский клубный турнир. Поэтому тоже будет интересно. В последнем интервью после матча с Черногорией Томас Чаттер сказал о том, что в женскую команду Гумеля будут привлекать талантливых белорусских гомболисток. Кто это? Пока фамилии однозначно называть не стоит. Потому что трансферы несовершенные. И в этом направлении ведется. Скажу так, что в данном этапе есть некоторые сложности. Именно со стороны клубов белорусских, которые всячески пытаются, не то чтобы препятствовать, но не совсем идут на уступки и игроку, и клубу нашему. Чтобы как-то укомплектоваться лучшими на сегодня, свободными, доступными игроками из Беларуси. Поэтому работа ведется. Насколько будет успешно, думаю, по выходу из отпуска мы официально объявим. Представим намечков. Можно говорить уже о каких-то задачах на будущий сезон? Думаете ли вы уже об этом? Понятно, что задачи ставить рано. Но учитывая прошедший сезон, понятно, что они будут опять на уровне прошлогодних максимально. И будем стремиться к победе. Не то, что в каждом турнире, даже в каждом матче. Поэтому настраиваемся только на победы. Все, спасибо вам за интервью. Накануне во всем мире отмечался Международный Олимпийский день. Решение об установлении специального праздничного дня, посвященного Олимпийскому движению, было принято в 1948 году на 42-й сессии Международного Олимпийского комитета в швейцарском Санкт-Морице. И хоть официальная дата 23 июня, национальные олимпийские комитеты разных стран вправе сами решать, в какой из дней проводить торжества. В Беларуси масштабные мероприятия в честь Международного Олимпийского дня развернулись в первую субботу месяца. С размахом отметили спортивный праздник и в Гомеле. Началось все в 7.30 утра у мемориала на площади труда. От вечного огня зажгли символический олимпийский факел, который спортсмены, бегуны и велосипедисты через центр города эстафетой пронесли до Ледового дворца. А уже здесь развернулись основные торжества. Встретить факелоносов собрались сотни человек. Спортсмены и тренеры, руководители и ветераны в сфере спорта, воспитанники специализированных учебных заведений. Для каждого из присутствовавших в спорт не просто слово, смысл жизни. А олимпийский спорт – высшая точка стремления. Международный Олимпийский день, он отмечается во всем мире. Это как бы дань уважения тем спортсменам, которые неоднократно побеждали на Олимпийских играх. Те, которые единожды побеждали. Это день, когда мы вспоминаем самых великих спортсменов современности. И вот смотреть на последнюю Олимпиаду из девицей медалей завоеванных. Три – это завоеваны спортсменами гомельщины. Мамашук, Гамзатов и девчата-байдарочницы. То есть, если по последней Олимпиаде, это 30% от всех завоеванных медалей. Торжественный внос флага с легендарными пятью кольцами предварил прибытие факельной эстафеты. Без этих неизыблемых символов Олимпиад трудно представить такого рода мероприятие. Право зажечь символический Олимпийский огонь предоставили первому Олимпийскому чемпиону Белоруссии заслуженному тренеру Леониду Гейштеру. Это он в паре с бричанином Сергеем Макаренко в 1960 году в Риме добыл первое для Белоруссии Олимпийское золото в каное двойке на километровой дистанции. После зажжения огня официальную часть торжества продолжили поздравления и чествования. Лучших тренеров и работников спортивной отрасли поощрили грамотами и благодарностями Министерства спорта и Гомельского областполкома. А ветеранам вручили подарки. Среди награжденных известный дзюдоист Сергей Кухаренко. Двукратный участник Олимпиад, бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер Европы. Недавно он пришел на пост старшего тренера национальной команды под дзюдо. Как наставник надеется на возвращение былой славы нашим борцам. Я тоже к этому приложу все свои усилия, чтобы и мужское дзюдо в Гомельской области было на довольно-таки высоком уровне. Какое оно было в те времена, когда выступал я, когда, вы знаете, у нас есть такой прославленный дзюдоист, олимпийский чемпион Игорь Макаров. Вот те времена у нас были выдающиеся спортсмены. И призеры мира, чемпионы Европы, и вот олимпийский чемпион. На данный момент мы немножко свои позиции растеряли, но я думаю, что со временем мы наверстаем. И в дзюдо в Гомельской области, в мужском, у нас тоже будет все хорошо. После официальной части на площадках возле Ледового и Дворца водных видов спорта работали тематические спортивные секции. Гостям праздника наглядно продемонстрировали возможности спортивного воспитания в нашем регионе. И это одна из главных целей проведения мероприятий по случаю Олимпийского дня. Для нас самое важное, что сегодня, представляя здесь виды спорта, культивирующиеся в Гомельской области, сделано это такими станциями определенными. Сегодня все учащиеся гомельских школ, общеобразовательных, вместе со своими учителями физкультуры, придут сюда и пройдут каждую станцию. А тренерский состав спортивных школ сможет оценить их подготовку, посмотреть ребят и предложить им записаться в секцию. Потому что сейчас у тренеров начинается самое, наверное, важное время, самый важный период. Это процесс комплектования, подбора и набора групп начальной подготовки в спортивных учреждениях. И это замечательная возможность сегодня родителям, детям обратить внимание на какие-то виды спорта, найти себя в каком-то виде спорта. А тренеру замечательная возможность найти талант. Начавшись с позаранку, мероприятия в честь Международного Олимпийского дня продолжались в Гомеле до послеобеденного времени. Желающие могли попробовать свои силы в разных видах спорта. И кто знает, быть может, этот день посеял в ком-то из ребят стремление к Олимпийскому чемпионству, которому суждено осуществиться. В Гомеле прошла спартакиада среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта. Такое мероприятие проводится Белорусским объединением ветеранов физкультуры и спорта в четвертый раз. И оно уже стало международным. Нынешним году в Гомеле собрались участники из четырех стран. В гости к белорусским ветеранам физкультуры и спорта пожаловали делегации из Чернигово, Московской области, а также Литвы. Сторону хозяев представили команды всех областей Минска, отдельную дружину выставил Белорусский госуниверситет физической культуры. Компания в итоге собралась внушительная – 130 участников. Отметим, в нашем областном центре это событие произошло впервые. Дело в том, что в прошлом году спартакиаду в негласном командном зачете выиграла Гомельская область. Потому ныне на правах действующего фаворита соревнование принял наш регион. Всего же эта спартакиада состоялась уже в четвертый раз. Конечно же, такое мероприятие, оно сплачивает очень сильно наших ветеранов. Ветераны – те, которые большой спорт делали и небольшой в нашей стране долгие-долгие годы. Те люди, которые впитали в себя, в кровь уже энергию соревнований. Ну и, конечно же, встреча всех тех, которые раньше встречались по работе и которые делали, я говорю, в Белоруссии спорт большой и маленький. Вот сейчас они просто болеют за все остальное, как у нас проходят в республике. Сейчас разговоры в основном проходят и спрашивают, как же прошло вчерашнее наше Олимпийское собрание, чем дышит наше спортивное общество, как болеют у нас, какое видение наших традиций на будущее. Гостей встречали по всем законам гостеприимства. Хлеб, соль, подарки, торжественные речи и концерт. Организаторы устроили во Дворце легкой атлетики шоу, которое, по отзывам участников спартакиады, пришлось им по вкусу. Что же касается соревновательной программы, она включила в себя ряд легкоатлетических дисциплин – стрельбу, настольный теннис, плавание, дартс, шашки, шахматы, бильярд. Участники одновременно состязались на разных спортивных объектах, а потому застать всех в одном месте во время соревнований было невозможно. Зато гости по достоинству оценили спортивную инфраструктуру Гомеля. Мне интересно было. Мне понравилось. Организация понравилась. Комплекс ваш понравился. Бассейн понравился. Все в отличном состоянии. Конкуренция девчонки очень сильная. Разные возраста, хотя в годах, но подготовленная. Часть очень, конечно, конкретно способная. И бороться было очень сложно с ними. Многим интересно здесь. Они задаются целью на следующий год потренироваться, немножко себя получше подготовить и лучше выступить. Некоторые, мне кажется, недовольны своим результатом здесь. Любовь Заболоцкая – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. В прошлом – член сборной СССР. На Гомельской спартакиаде она стала победительницей в плавании и силовых упражнениях, а также заняла три вторых места в остальных видах. У мужчин самой сложной была программа многоборья «Здоровье». Она включала стрельбу, плавание, бег на 60 и 1000 метров, прыжок с места и подтягивание. Да, этот год была конкуренция. С Украины приехали, с России. Так что конкуренцию я увидел. Кто как готовился, между прочим. Кому меньше готовиться пришлось. Я в санаторий был, поэтому мне не так пришлось подготовиться. Я те годы выигрывал. Я был призером у Гродно, занял второе место. И в Бресте я выиграл. А сейчас я призер не попал. Но ничего. Главное – участие и здоровье. А здоровье этим людям не занимать. В свои 66 лет минчанин Николай Михалюк запросто подтягивается полтора-два десятка раз, а затем еще и выдает подъемы с переворотом. Но победителем в мужском многоборье стал представитель нашего региона. Он занял призовые места во всех видах и лидировал по сумме набранных очков. 64-летний Борис Фомин из Светлогорска в свое время был кандидатом в мастера спорта по многоборью ГТО и зимнему многоборью. Опыт помог ему и на ветеранской спартакеаде. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить, с учетом того, что на сегодняшний день участвовали даже представители других стран, таких как Украина, Россия, Литва. Я считаю, это довольно показательно в плане того, что это как бы исполочает с одной стороны людей, находят общие интересы. Ну и как бы традиции такие не должны нарушаться, потому что они как бы укрепляют какие-то дружеские узы между нашими народами. Я считаю, это вполне нормально. А спорт он всегда был притягателен в плане того, чтобы находилась дружба между людьми. Понятно, что в силу возраста уже не все могут соревноваться на беговой дорожке в бассейне или на турнике. Но потому и есть менее энергозатратные виды – дартс, бильярд, шашки, шахматы. И они пользовались популярностью у участников спартакеады. Что касается, например, женских шахмат, здесь не было равных витебчанке Рахиль Эйдельсон. И неудивительно, она – гроссмейстер международного класса, восьмикратный чемпион Беларуси. И завсегдатый спартакеад. Я третий раз играю в этой спартакеаде. До этого играла в Бресте и в Гродно. Мне очень нравится этот турнир. И мне нравится, что заботятся о ветеранах, что все в строю. Очень приятно, что все наши старики пожилые, все остаются спортсменами. И я всегда с удовольствием общаюсь, играю. И очень много делают организаторы. Вот я где ни была, все делают для нас. И размещение, и питание, и экскурсия должна быть завтра. Поэтому я с удовольствием всегда принимаю участие в таких мероприятиях. Ну и обо всех успехах наших земляков. Представители Гомельской области завоевали на спартакеаде шесть медалей. Третьи места в бильярде выиграли гомельчане Юрий Седачев и Мария Гайдук. Не было равных нашим ветеранам спорта в дартсе. Здесь лидировали Николай Янков из Будокошелева и Наталья Шаюк из Рогачева. А в самой сложной программе «Многоборье здоровья», как уже говорилось, успешно выступили светлогорчане. Борис Фомин стал победителем среди мужчин, а его землячка Татьяна Железная заняла второе место среди женщин. Я не могу сравнить, но хочу сказать, что здесь ни одного протеста не было. И больных, слава богу, не было. Это же женщины 55 лет и старше, а мужчины 60 лет и старше. Жалоб серьезных не было. Ни одного письменного протеста. Устные были, потому что тут все профессора в спорте. Тут же разные виды спорта, и каждый считает себя лидером. Не понимая, что здесь совсем другая специфика. Это не его вид спорта, которым он в детстве занимался. Поэтому, так сказать, устные разговоры были такие, не скрываю. Но до письменных, и это были только от участников. Представитель ни один не выразил протеста. Четвертая белорусская спартакиада ветеранов физической культуры и спорта, которая в Гомеле вышла на международный уровень, стала историей. Через год ветеранские старты будет принимать Витебск. Регби набирает популярность в Беларуси. Год назад в Гомеле прошел первый турнир, а теперь появилась еще и первая женская регбийная команда. Тренер дружины Александр Столяров пригласил нашего корреспондента понаблюдать за тренировкой своих подопечных. Гомельская команда Seven Links стала второй в стране женской сборной по регби. Их история началась в прошлом году, а сегодня уже 11 девушек получили лицензию игрока. И выступили в первом чемпионате Беларуси по женскому регби. Противник – минская гражданочка. Переволновались, может быть, поэтому проиграли. Но мы рассчитываем взять реванш в следующем туре и все-таки еще побороться за звание чемпиона. Мы уже провели кубок по снежному регби. Там мы уже выигрывали этого соперника, поэтому мы рассчитываем на то, что мы все-таки подтянемся. Стройные девушки в зеленой форме. Этих представительниц прекрасной половины человечества хрупкими не назовешь. На поле это быстрые и сильные игроки. Многие пришли сюда из других видов спорта. Раньше занималась командными видами спорта – баскетболом. Потом долго не занималась, поэтому регби, наверное, мне было близко. Здесь тоже есть команда, мяч. Немного странно, что в баскетболе пасы вперед, здесь назад. Мы долго все бросаем вперед еще. Баскетбол на лето как раз закрывает свои двери, зал баскетбола. И вот я думала, чем же мне заняться. И Света, наш капитан, позвала меня в команду. Занимаются девушки вместе с мужской командой «Кватра». Парни выступают в роли наставников. Постоянно подсказывают, советуют и подбадривают. Синяки и ссадины в гомельской команде «Севенлинкс» пока редкость. Но бойцовский характер и азарт у этих спортивных леди не отнять. Скорость, сила и выносливость. Без этих качеств на победу не стоит надеяться. Когда играешь, совсем не чувствуешь какой-то жесткости. Может показаться, что вот столкнули, упала, болит коленка, палец травмировала. Но в процессе игры ты на таких эмоциях, что это заглушает всю боль. И ты, наверное, потом только осознаешь, что с тобой было. А так на адреналине никакой боли, никакой жесткости. В ближайших планах чемпионат Беларуси по пляжному регби. Это разновидность игры, в которой на поле пять человек. А сам матч проходит на площадке с песком. Впоследствии несколько девушек отправятся на чемпионат Европы в Москву. В июле этого года будут по итогам первого тура чемпионата по пляжному регби отобраны в том числе из нашей команды. И вот они впервые выступят на международной арене в составе сборной. Вот это вот мы постараемся туда самых достойных все-таки продвинуть, чтобы они защищали интересы страны. Регби – вид спорта, в котором может найти себя каждый с любой физической подготовкой. Набор в команду открыт. Главное – это стремление и страсть к спорту. Остальному здесь научат. Мы рассматриваем всех кандидаток, независимо от каких-то достижений в других видах спорта. В первую очередь нужен характер. Сильный характер и все, и все остальное получится. На этом все. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...